Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за приглашение на такой форум. Моя лекция посвящена не эндоскопическим вмешательствам, не пугайтесь, ни в коем случае не будет перекликания с Милан Анатольевым в следующем докладе. Здесь лекция, которая, доклад, который посвящен проблемам транспотиллярных вмешательств вообще. Если говорить о предоперационной подготовке больных перед радикальной адренальными резекциями, неизменно возникает три вопроса основных. Во-первых, всегда ли нужно выполнять перед операцией билярную декомпрессию? Во-вторых, когда она все-таки обязательно и необходима? И третий вопрос, если тренировать, то как выполнять эту билярную декомпрессию? Всегда ли нужна билярная декомпрессия? Уже еще в 1999 году на основании различных серьезных исследований было показано, что предоперационное тренирование само может спровоцировать холонгит и существенно ухудшит результаты предоперационной подготовки и послеоперационного течения у пациентов. В последующие годы эти результаты были подтверждены тем, что после дренирования желчных протоков, я сейчас не говорю о том, какое дренирование, эндоскопическое или рентгенохирургическое, но в принципе культуры желчных были положительны, ну не в 100%, но в 87% это вполне солидная сумма по сравнению с 20% у пациентов, которым вмешательство на желчных протоках перед операцией не выполнялось. Поэтому последние рекомендации и клинические рекомендации различных стран, различные мета-анализы, которые проводятся, показывают, что предоперационное тренирование не должно производиться рутинно. Увидели желтуху, увидели расширенные желчные протоки, значит обязательно нужно что-то поставить в эти протоки. Так производиться не должно. Но, простите, когда, опять же, по мировым рекомендациям, когда предоперационное тренирование обязательно необходимо, конечно, это клинические проявления холонгита. Здесь, безусловно, нужно тренирование, нужна подготовка любыми способами. Во-вторых, тяжелая симптоматическая желтуха. В России есть классификация, как вы знаете, по гальперину, которая предполагает различный учет различных факторов желтухи. И в данной ситуации это класс С по гальперину, который требует обязательного тренирования желчных протоков. Субъективный фактор – это интенсивный кожный зуд, который указывается во всей литературе, и который не купируется приемом антикистапинных препаратов. И, во-вторых, это различные варианты, когда операция откладывается, либо по причине того, что пациенту нужно готовить к операции, либо необходима на эрюантной химиотерапии. И по различным, опять же, кайдлаймам, это достаточно сильная рекомендация, вот этот вот список показаний к обязательному предоперационному тренированию. В Европе нет данных по классу проявлений желтухи, к сожалению, как у нас. И здесь иногда определяется степень выраженности желтухи уровнем билирубина. Авторы многих работ указывают, что уровень билирубина больше 300, существенно увеличивает риск послеоперационных осложнений. Если это меньше 300, то это меньше увеличивает. То есть ориентация на предоперационную цифру 300 микромоль на литр является таким паровым значением для предоперационной подготовки пациента. Если тренировать желчные протоки, то как тренировать? В современном мире, безусловно, существует только два варианта тренирования желчных протоков. Это либо эндоскопические вмешательства, либо это антеградные рентгенохирургические вмешательства, интервенционно-радиологические. И просто обратить внимание на то, что с 1986 года в мировой литературе трансабдоминальные вмешательства, направленные на билиарную декомпрессию, вообще не рассматриваются. Эндоскопические вмешательства, конечно, это основной метод тренирования желчных протоков во всем мире, особенно при дистальном уровне билиарного блока. Он не ухудшает качество жизни, отсутствует потеря желчи. Во всех практически клиниках и стационарах есть специалисты, которые могут это выполнять. Это направление, которое интенсивно развивается и расширяется. Однако, что происходит при транспапиллярных вмешательствах на сфинктериоде? Здесь разрушается сфинктерный механизм, и при малейшем нарушении пассажа содержимого по 12-перстной кишке происходит моментальный рефлюкс кишечного содержимого в желчной протоке. И согласитесь, что при переампулярных опухолях такая картина, в общем-то, достаточно часто встречается. И вот тогда вот кишечный вор, если попадает в желчные протоки, тогда моментально может развиваться холонгит, который ухудшает все состояние пациента. В последнее время происходит... Я ни в коем случае не отбираю хлеб, опять же, у Милы Анатольевны. Это просто анализ литературы. И в анализе литературы последних лет начинают отказываться от использования пластиковых стендов, которые имеют достаточно маленький диаметр, они неуправляемые, их нельзя промывать. И при попадании до аденального содержимого в желчной протоке обратный отток, опять же, при повышенном давлении в просвете 12-перстной кишки, он существенно затруднен. Ситуацию может исправлять нацобилиарное дренирование, которое позволяет промывать желчные протоки, осуществлять санацию и приводит к снижению частоты холонгита, либо использование коротких нитиновых стендов. Однако мы должны помнить, что нацобилиарный дренаж, особенно при длительном ношении, это достаточно дискомфортно, когда в носу торчит некая трубка. Что касается коротких нитиновых стендов, здесь принципиальный вопрос в короткие стенды, потому что они не должны перекрывать здоровую ткань общего желчного протока стенку, иначе это вызовет первофокальное воспаление. Но если мы установили короткий нитиновый стенд, больные после подготовки через 2-3 недели идут на радикальную операцию, этот короткий нитиновый стенд, который стоит достаточно дорого, он уходит вместе с макропрепаратом. Поэтому в последнее время появляются работы из достаточно серьезных клиник, которые указаны на то, что при опухолях переампулярные соны ЧЧХС, то есть через кожу, через перчоночный халат, является более рентабельным и безопасным методом билярной декомпрессии, чем РФСБГ. Однако же ЧЧХС или через кожная халат геустомия в большинстве случаев пополняется тоже транспапиллярно, для исключения потерь желчи. И в этой ситуации специальная модификация дренажей устанавливается таким образом, что в перфорации на 10 сантиметров длиной устанавливаются, боковые дырки устанавливаются в просвете общего желчного протока, а вот этот вот кончик фиксируется в просвете 12-перстной кишки, но тоже непосредственно вблизи от, собственно, попилы. И здесь происходит то же самое, что при установке пластиковых стендов, потому что, опять же, малейшее повышение давления в просвете 12-перстной кишки проводит к тому же самому рефлюксу к халангиту, что проявляется при установке пластиковых стендов. И данный анализ литературы разных лет показывает действительно, что халангит при чрезкожных, чрезпеченочных вмешательствах, а это всегда считается ЧЧХС транспапиллярное вмешательство дренирования, уровень, частота халангита колеблется и может достигать 33%. Вот такие данные были приведены из ведущей корейской клиники в 2013 году. У них из 418 больных, которых они выполняли предоперационное дренирование, частота развития халангита отличалась почти у четверти больных. Из этих четверти больных, 40% больных развивался халангиогенный сепсис, который приводил к достаточно серьезной летальности. Это наши старые данные почти более чем 10-летней давности, которые показывают, что в момент, когда мы переводим наружный дренаж в наружно-внутренний, сразу же отмечается увеличение уровня лейкоцитов и соя. И общее число осложнений инфекционных при транспапиллярном наружно-внутреннем дренировании достигало 30 и даже 73%. Поэтому мы в последнее время отказались от транспапиллярного вмешательства в принципе и используем его только в случаях нерезиктабельных опухолей, когда больной точно не будет оперирован. Но в этой ситуации, во-первых, мы стараемся дренаж, кончик дренажа, увести как можно дальше от зоны попилы, так, чтобы максимально близко к связке трейса. Здесь все-таки перистальтика лучше, здесь меньше переневральная вазия опухолевая и меньше риск развития римфлюкса из этой зоны далеко туда в протоке. Вторым моментом, который мы обязательно используем всегда, это назначение прокинетиков при транспапиллярных вмешательствах. Это могут быть стандартные прокинетики типа Церухал и Матилиум, однако они при длительном приеме могут вызывать побочные эффекты, поэтому последнее время мы используем прокинетики нового поколения из группы топридов, либо Триминутин, который является агонистом опятных рецепторов и нормализует работу желудочно-кишечного тракта в верхнем ее этаже. В качестве предоперационного тренирования, если оно необходимо, в нашей клинике используется только наружное желчное отведение, при котором клинических проявлений холонгита мы не наблюдали ни разу. Да, это приводит к некоторым потерям желчи и дискомфорту, иногда к необходимости приоперального приема желчи, однако это способствует увеличению, улучшению результатов операции. Из 250-ти больных, которым была выполнена лабороскопическая патриотоденальная резекция, предоперационная билярная декомпрессия производилась в большинстве случаев, и из этого большинства, в большинстве случаев это была через кожное, через печеночное, наружное холонгию стадия. В этих ситуациях, посмотрите, когда был проведен пока предварительный данный, вариантный анализ факторов риска, влияющих на осложнение послеоперационного периода, было отмечено, что отсутствие ЧЧХС достоверно увеличивает риск развития осложнений больше, чем в два раза. При этом установленная наружная холонгиюстома, она мало того, что она исключает риск несостоятельности пилеодекистидного анастомоза, она еще и улучшает, в принципе, другие, влияет на уменьшение риска развития других осложнений. Поэтому тактически в нашей клинике, если больной при поступлении, выявляется опухоль переопулярной зоны, которая по данному КП сконтрастирования является резектабельной, то тогда больному выполняется через кожное, через печеночное, наружная холонгиюстомия, идет подготовка к операции. Если опухоль не резектабельная, то тогда эмоноскопия, это спортирование общего желудочного протока. Эти вопросы поднимались в этом году, когда мы проводили первый российский консенсус по актуальным вопросам механической желтухи. Консенсус проводился по Дельфийской системе. Было сформулировано 28 различных вопросов, которые были предложены экспертом для изучения и с последующим голосованием экспертами по всему списку вопросов. Как видите, было много экспертов, которые участвовали в подготовке этого консенсуса. Здесь были хирурги, эндоскописты, рентгенохирурги, реаниматологи, рентгенологи. На самом деле, по результатам голосования соглашение достигнуто по всем вопросам. Но наибольшую дискуссию, наибольший диапазон мнений был отмечен по как раз вопросам билярной декомпрессии при дистальном уровне опухолевого блока. С одной стороны, вот такое положение о том, что при дистальном уровне опухолевого блока эндоскопическое нас билярное тренировление и установка короткого нитинового стента является методом выбора в современных условиях. Это доказано многими гэдлайнами по миру. Уровень доказательности высокий. Но при голосовании экспертов все-таки 15,7% были против такого положения. Было другое положение о том, что при подготовке к радикальной панкреатодуогенальной резекции через кожаный, через печеночный, наружный холонгит. То есть следует исключить транспопулярные вмешательства, которые повышают риск развития холонгита и вероятность несостоятельности БДА. Здесь уровень доказательности был меньше. Но и степень, как бы, доли несогласных, она тоже была меньше. То есть в целом хирурги, которые участвовали в этом обсуждении, этого консенсуса, они на самом деле были за то, что готовить больных все-таки с помощью через кожаный, через печеночный, наружный холонгинстомы. На самом деле этот доклад ни в коем случае не является попыткой столкнуть лбами эндоскопистов и рентгенохирургов. Мне хотелось бы, чтобы мы все задумались о возможностях, о проблемах, об осложнениях транспопулярных вмешательствах, об их последствиях. И если все-таки мы идем на эти транспопулярные вмешательства, необходим, безусловно, постоянный контроль со состоянием больных, за проявлением, клинические проявлениями холонгита и своевременной коррекции этих проявлений, если это чрезкожные вмешательства, это отказ от транспопулярных вмешательств по возможности, если это эндоскопические пластиковые стенды, то следует своевременно их менять и как можно быстро решать вопрос о дальнейшей тактике ведения больного. Либо это все-таки метиноловый стенд, либо это радикальная операция. Ну и мы считаем обязательное назначение про генетику второго поколения. Большое спасибо за внимание. Спасибо огромное. Да, конечно. Уже начало сказать раз глаза, да? Вячеслав Павлович, конечно. Я буду для этого менять позицию. Если можно, микрофон. Огромное спасибо. Отличный доклад. Единственное. У меня есть такой стенд, вообще-то не создался вопрос. Почему мы неодъемленные химоперами поставили метиноловый стенд на 3-4 или больше месяцев? А перед операцией мы этого не делали? Причем мотивируемые при же самым соображениях? Нет, это вопрос обсуждался в литературе давно. И в литературе сейчас в качестве предоперационного билярного тренирования по генлайнеру предполагается установка даже без неодевантной химиотерапии. Просто как предоперационная билярная декомпрессия. Короткий метиноловый стенд. Даже если... То есть по этому поводу вопросов не было? Не было. То есть даже это как бы нам тяжело это воспринимать, если действительно через стенд, через 2 месяца и через 2 недели уйдет вместе с макропрепаратом. То есть нас смущает только это? Да, нас смущает только это. Спасибо. Можно попросить? Другие же, конечно. Владимир Евгеньевич, если кто-то в лицо не знает, это тот самый хирург, который вчера выполнил, что вы говорили, что он прятал на обезенцию. Прошу поприветствовать аплодисменты. Если какая-то разница в стратегии, будет неодивант или не будет неодивант? Потому что то, что вы показали, это без неодивант. Потому что 6 месяцев в желчке помимо будет. Да, если будет неодивант, то, конечно, лучше это стентирование. Но если это пластиковые стенды, то это своевременная смена стендов. Но лучше, если это неодивант, все-таки не тянул в стенд. Потому что что касаемо вашего консенсуса, тогда все разбивается. Сейчас все больные идут на неодивант. Ну, мы в консенсусе не касались так глубоко вопросов, вопросов вот таких глубоких. Нам надо было пока собрать общее мнение экспертов по вопросам прицельной диагностики и тактики пилярной декомпрессии. У меня еще один вопрос. В связи с этим, и к нашему невестному коллеге тоже. А кто вообще заставляет пациентов пить женщин в современном мире? Кто-то вообще делает это? Ну, невестские коллеги вряд ли делают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!